Между тем, 23 проекта на сумму более миллиарда тенге реализуются в Житусусском районе Алматы в рамках обращений граждан. Они направлены на благоустройство, улучшение инженерных сетей, дорожной инфраструктуры и другие аспекты развития района. Такими данными поделились в районном Акимате. Работы, к слову, ведутся в рамках программы «Бюджет народного участия». Это значит, что именно жители определили приоритетные направления. Рустам Аралбаев продолжит тему. Один из проектов – это замена теплосетей. Вместо старых труб 1983 года, установленных вдоль дороги, появятся новые, а на освободившемся месте построят пешеходные зоны. Также активными темпами идет ремонт парка «Гульдир». Здесь по завершению всех работ появятся новые спортивные площадки, система автополива и многое другое. Общая протяженность этих теплосетей – 6 километров. Половину объема выполнят до начала отопительного сезона, остальную часть – к началу следующего. В рамках обращений жителей также ведутся работы по благоустройству района и ремонту инженерных сетей. На сегодняшний день у нас ведутся на 27 адресах текущие ремонты. Также у нас ведутся 4 капитальные ремонта по пешеходным зонам. Помимо этого у нас реконструкция сетей присоединенных к Кибель-микрорайонам. Ведутся электроснабжения. Также ведутся Лог-Паладина, Бурундайский, Паладарский. Ведутся реконструкции сетей электроснабжения. А рычные сети тоже в числе актуальных вопросов ЖТСУского района. По словам жильцов, во время дождей улицы заполняет вода, и водоотводные системы не справляются с нагрузкой. Каждый раз, когда идет дождь, нам трудно передвигаться. Ходим по лужам, ноги вечно намокают. Хочется, чтобы уже решили эту проблему. Сейчас в районе ведется ремонт и строительство орычных сетей общей протяженностью в 4 километра. Всего по району в рамках программы бюджетно-народного участия реализуются 23 проекта. Завершить работы по каждому из них планируется уже в конце августа. Рустам Аралбаев, Дидар Исаев, телеканал Алматы.